Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. который доказывает его стихии, которую писал потом мы после того, как он вырос, хорошо его воспитали, ухаживали за ним, ухоженный ребенок он никогда не болел в 2007 году его отдали в кадетскую школу номер 1600, имени Героя Себастополя, который расположен рядом с нашим домом из-за того, что он находится рядом с школой, мы отдали предпочтение тем более тогда шла такая реклама, она оказалась фальшивой что там будут готовить в высококлассах, АВЦРах, Тагидарии, спецназа мы этому поверили, отдали его но прямо с первых дней заметили негативное отношение к нему со стороны учительницы Поликарпичко Елены Ивановной и старшего воспитателя начальника класса Первого Говоряя Филипповича сразу начались стычки, мы поняли, что предвзятые отношения идут к нему его, когда они узнали, что мой сын занимается в ЦСКА боксе он начал Пирогов настраивать других детей против моего сына он его заставляет бить других детей за непослушание а когда он отказывался, он не поговорил если не будешь, в армии, как он говорил, в армии приказ командирования не обсуждается если не выполнить, мы тебя выкинем из школы заставляют его просто-напросто бить других детей тем самым создавался негатив моему сыну со стороны и учеников, и родителей и мне в конце сентября сын говорит, отец говорит, за мной постоянно заходит в туалет этот Пирогов потом он говорит, он как-то зашел за мной и говорит когда он на это писал, он говорит, покажи мне свою пису потом говорит, ребенок есть ребенок, а что там такое и говорит, он меня потрогал еще его ну я говорю, что он сказал, он говорит, ну ничего, поверился в артуше вот понимание, странное дело ведь и после этого, смотрю, вот постоянно такое всегда его мама спрашивала, она провожала каждый день его встречала, как там отношения, как отношения к нему она говорит, нормально, нормально, такое ничего не замечала и они прекрасны, она мне говорит, это было 19 октября говорит, такое, говорит, негативное отношение, говорит там, говорит, один мальчик, говорит, этот сын Сава, Милехин Саида, говорит, ни за что ударил ну Саид, говорит, ему сдачу дал а, говорит, сказали, что я убил ну вот 24 октября я в общем прихожу в эту школу встречаюсь с этим воспитателем Пироговым Леонидом Филипичем и вот он мне сразу начал предъявлять, завел в эту комнату игровую для детей, которая сейчас занята под первый класс и говорит, вот ваша жена в 9.30 ударил там Сава Милехина рюкзаком губу разбил, оттуда написалось заявление если надо, все напишут ну, говорит, дайте мне, покажите эти заявления он мне показывает, я там где-то 4-5 заявления прочел, смотрю, все разным почерком, правда, но они к одному тютелька в тютелька написано прямо это в каком году было? это было 24 октября 2007 года когда я еще в первом классе была я сразу помню, что здесь написано под диктовку ложь, и главное, вот он что говорит если, говорит, нужно будет, напишутся если, говорит, да, отходит им заявление ну, там, эти заявления, трясет их за мной Саиды, говорит, отчислить из школы и потом говорит мало того, он, говорит, он, говорит, еще, говорит трубы, говорит, в туалет отворачиваю я говорю, как же он так это делает? я сам работал начальником службы эксплуатации зданий, понимаете, это большая доза на крупном днее, и знаю специфики-то работают и я с него не спрашиваю, как у него, он, говорит, голыми руками говорит, не знаю, я, говорит, свой сын, он, говорит, такой, говорит, сильный, говорит что интересно потом, после встречи с ним захожу туда, в этот туалет смотрю, там все трубы закрашены столетней краской, многослойной, понимаете никогда их никто не отворачивал не то, что там, ребенок там, сантехник, бугай, их не сможет отвернуть без специальных приспособлений ну, вот и после этого уже мы решили сына показать частном порядке в центр Озон, где проверяют состояние ребенка психоанализ делают и его возможности определяют ну, я не смог поехать, поехала жена это было 20 декабря 2007 года и, в общем, она мне говорит она мне говорит знаешь, говорит, оказывается, говорит, там был, говорит, другой еще случай ребенок, говорит, он завел, говорит, в эту комнату с ним что-то пытался делать он, говорит, рассказал, но, говорит, Саид не то рассказал но, говорит, видно, говорит, что он напуган вот этим поступком этого педофила и он рассказал, что на самом деле было с ним потом уже мне ну, просто этот воспитатель издевался над ним а когда он начал кричать о радующем или услышав крик, или зная наклонность этого своего сожителя Поликарпочкина Елена Ивановна открывать своим ключом эту дверь понимаете и выпускать ребенка вот после этого я обратился к Акчурину Раисе Сулеймановичу предварительно я позвонил ему сказал ему вот, что такой случай произошел он говорит, приезжайте, говорит, ко мне назначение, в общем, я предварительно позвонил мне он говорит если, говорит, меня не будет вас примет там мой заместитель Таран Виктор Семенович ну, действительно, когда я приехал где-то часиков три, наверное, было после обеда встретил меня Таран, да, говорит я знаю ситуацию в общем, я ему объяснил он записал все ну, говорит, вы, кратко, напишите заявление чтобы у нас был повод проверить ну, я, честно говоря не написал заявление туда повтор не пошел но, когда я встретился через некоторое время с этим Пироговым он дал понять что ему о моей жалобе известно понимаете что я ходил туда, жаловывая к Акчурину мало того он не сказал я могу сейчас камеру такие интересные вещи которые нигде обозначены знаете, говорит так и, говорит, Акчурин сейчас, говорит, так и генерал у каждого столба, говорит, стоял я, говорит, видал, говорит знаю, прямо на три буквы послал это вот открыто вы понимаете еще мне он говорил что он там его брату какой-то Запорожец продал вместе с ним выпил еще где-то в Подмосковье ну, чушь просто какой-то больной человек понимаете видно по разговору ну, в общем я дальше ну, просто следил за ребенком никаких он каждый день приходил говорил что с ним кого убил так и далее понимаете в одно время какое-то было затишье конечно после этого я частенько сам приходил из школы в родительское собрание но чувствуют родители негативно настроены против моего сына я сразу понял что настроение не из-за того что он плохой тагедали бьет именно из-за того что вот он другой совершенно мышление другое и что он татарин понимаете мы не скрывали что он мусульманин обрезанный понимаете и после этого случая как-то был затишье и опять началось это уже во втором классе во втором классе где-то вот зимой там приняли вот начали его постоянно бить вот троем понимаете троица вот собралась они постоянно били мало того там бывали такие случаи вот с первого дня мой сын такой добрый порядочный ну он приносит например карандаши цветные простые ручки хорошие тетради у него постоянно воровали воруют он смотрит там у кого-то находят свой карандаш или русский по канцелярски предохраняющий нахуй так так вот 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 вот